Всем еще раз добрый вечер. Как сказали, меня зовут Игорь Блинов. Можете немножечко расслабиться. Мой доклад будет немножко проще для восприятия, чем Толин. Будет больше знакомых слов. Но тем не менее. Некоторые вещи я вам буду рассказывать. Кому-то они новые. Может кто-то о них знает. Мы сразу узнаем, кто у нас ходит по казино. Итак, я вам буду рассказывать про виды гэмблинг-игр и разработку одного из вида таких игр. Слот игр на питоне. Как Толя говорил, на питоне можно разрабатывать практически все. В том числе и игры. Слот игры казино это такой подвид игр. Очень низкоуровневый, маленький и специфический. Но тем не менее. О чем мы с вами поговорим. Что такое вообще гэмблинг? Потому что мало ли кто-то не знает, что это такое, с чем его едят и почему он запрещен в Украине. Какие бывают виды гэмблинг-игр? Что такое конкретно слот игры? И как мы их разрабатываем, разработка слот игр с точки зрения бэкэнда? На самом деле там цикл разработки слот игры очень длинный. Там есть еще дизайнеры, там есть еще люди, которые о чем-то договариваются перед нами, чтобы нам было проще, естественно. Но тем не менее. Начну с чего? Кто мы такие? Мы команда разработчиков, кто не знает, рассказывает, кто знает, повторит. DataArt имеет такую фишку. У нас наши все проекты, разработчики делятся на практики. Каждая практика занимается какой-то конкретной предметной области. Допустим, это финансы, это медицина и так далее и тому подобное. Есть также у нас практика медиа. И вот из медиа когда-то тихонечко отпочковалась практика, которая называется iGambling. Мы занимаемся играми, конкретно всеми возможными их проявлениями, но об этом чуть позже. Нас относительно сравнительно немного, но мы очень стараемся, чтобы нас стало заметно. И нас уже заметно. Итак, что такое gambling? В английском языке его также называют betting, он же на нашем русском азартные игры. Азартные игры это любая человеческая деятельность, в которой вы можете выделить три, собственно, составляющие. Это ваша ставка, любая материальная, чаще всего материальная. Хотя, если вспомнить детство, мы там спорили, допустим, на шелбаны. Собственно, шанс, ваш риск, выпадет, не выпадет, зачастую, важно, шанс обычно от вас не зависит. То есть, есть какая-то совокупность факторов, вы угадываете обычно, что выпадет, а что не выпадет. И, собственно, выигрыш или приз. Опять же, выигрыш, приз может быть материальным, может быть нематериальным. Конкретно, собственно, в каждом из пунктов я буду повторяться в конкретных слайдах и рассказывать, что к чему относятся. Собственно, азартные игры известны человечеству давно. У нас существуют, раньше были там, но они сейчас есть, скачки, тотализаторы и так далее и тому подобное. В какой-то момент появились механические, собственно, азартные игры. Это вот всякие там однорусные бандиты и так далее, и казино, собственно. А потом, когда пришла компьютерная эра, это все перекочевало в интернет и там успешно закрепилось. Как я уже упоминал, в Украине это не совсем легально, но, тем не менее, все смотрящие сериалы знают, что у вас есть проблемы с доступом joycasino.com. Мы к этому не имеем никакого отношения, но, тем не менее, оно существует в Украине. Собственно, в компьютерном варианте, самые распространенные варианты, это пачинко. Это пришло из азиатского мира, подобие горизонтального пинбола. То есть там гора шариков падает, нужно их куда-то в нужные уголочки загнать, и вы можете либо выиграть, в Азии нельзя выигрывать деньги, вы выигрываете еще шарики. Очень распространенная в Азии игра, на самом деле, я так почитал про нее, у них там целые такие плантации таких вот сидящих людей, которые играют в пачинку, для чего, честно говоря, я не знаю, если нельзя выиграть деньги. Ну вот такое, черный рынок никто не отменял. Слот машины, я даже картинку нашел, старый слот машины, американский, которая называлась джекпот. Вот, собственно, от всех, собственно, и все и пошло. В скобочках я обозначил стейтлесс, хотя при переходе в компьютерный, собственно, вариант, иногда это правило не соблюдается. В чем суть? Каждый ваш, собственно, спин, то есть дергание рычага, не зависит от предыдущих и никак не влияет на следующие. Вот одна игра, это один, собственно, дерг рычага. Есть еще покер, бинго, ну, я думаю, список можно продолжать, потому что сейчас, собственно, подобных азартных игр в интернете море. Но мы будем говорить про, собственно, слот машины. Второй план. Слот машины очень удачно перекочевали в интернет. Их просто миллиарды по всему интернету на все возможные темы. Я думаю, можно выводить еще одно интернет-правило. Как вы знаете, там есть интернет-правило про всякие мультики и так далее. Можно выводить интернет-правило, если вы назовете любую вещь, существующую в нашей вселенной, вы обязательно найдете по ней слот игру. Это элементарно. Сразу скажу, что наши проекты идут под NDA. Я не могу назвать заказчика. Я не могу показывать игры, которые мы конкретно приложили руки, выпустили и сделали. Но есть некоторые игры, которыми владеет, собственно, DataArt. И мы их можем показать. Вот пример, собственно. У нас в народе их называют динозаврики. Она сделана под iOS, поэтому я даже не знаю, что там на бэкэнде, но в общем они все работают практически одинаково. Но флайк я ставил для того, чтобы показать вам основные части собственной игры, потому что о них будет речь. И это достаточно для меня было поначалу не тривиально. Я иногда очень долго зависал. Я даже искал документы, как, собственно, состоят все слоты игры. Обнаружил, что по математикам таких слот игр пишут целые докторские диссертации. Для меня это было открытием. Но, тем не менее. Стандартная слот игра. Они могут отличаться. В них может быть плюс-фишка, минус-фишка. Но основная состоит из чего? Собственно, игровое поле. Оно может быть разного размера, но более-менее стандарт. Это пять барабанов и три строчки. У вас есть символы. Символы обычно тоже колеблется, сколько символов. Но классические символы, так называемые роялы, то есть из карт взятые туз король, валет и дама. Рилс – это, собственно, каждый барабан. Винлинии. Когда у вас выпадает какая-то комбинация, вы что-то там выигрываете. Зачастую это выигрываете деньги, но, возможно, еще варианты, когда вы можете что-то еще подкопить в игре. Допустим, еще несколько бесплатных спинов и так далее. Собственно, скатер-символы. Я не знаю, какие в динозавриках были скатер-символы. Скатер-символы – это символ, который при выпадении нескольких таких символов на одно игровое поле, у вас случается какое-то событие. События зависят от фантазии, разработчиков игр. Это может быть какая-то бонусная игра мелкая, это может быть дополнительные спины, это может быть увеличение выигрыша за счет увеличения, собственно, множителя вашей ставки. Вариантов много. Ну, бонусные игры, там фантазия абсолютно запредельно может работать. Но бывают такие вещи, я сейчас о них расскажу. Собственно, бывают варианты, когда, допустим, в каких-то играх я такое видел даже, вы выигрываете какую-то очень удачную комбинацию на нескольких релах, и следующий спин, там какое-то энное количество спинов, у вас прокручиваются только неудачные релы. И вы как бы можете выиграть немножечко больше денег. На самом-то деле, всегда интересовал меня вопрос, я думаю, многих интересует вопрос, дурят ли нас вот такие игры. Нет. Объясню почему. В таких играх есть вполне определенная математика, есть вполне определенные циферки, мы с ними постоянно боремся. В дальнейшем я вам покажу, почему, зачем и что вообще происходит. Собственно, вот в таких играх, я покажу следующий слайд, он очень полезный, из чего состоит игра сзади, с бэкэнда. Существует три основных, собственно, компонента, самых больших. Это RGS, Remote Game Server, это, собственно, платформа, на которой запускаются игры. Она управляет практически всем. Она подсчитывает Winlin, она там много делает, ну, зависит от реализации. Их достаточно много сейчас. RNG, генератор случайных чисел. Это, вот, собственно, генератор, который выдает платформе случайные последовательности, когда она их запрашивает. Но, так как я вычитал в одной умной докторской десятилетии, ну, в одном маленьком кусочке, это называется взвешенные случайные числа. То есть они не совсем от балды случайные числа. У них есть у каждого случайного исхода, есть свой вес. Естественно, сумма будет 100%. И по ним выдается какие-то определенные наборы чисел. И, собственно, игровые движки, которые отвечают за одну конкретную игру. Они запускаются платформой и зачастую выглядят очень-очень близко, похоже, как братья-близнецы, только у них там есть свои особенности, в каждой игре могут быть свои. И, собственно, почему игры нас не дурят? Эти вот компоненты, большая часть из этих компонентов числифицируется. Есть специальные фирмы, которые выдают сертификаты на то, что ваша математика не дурит клиента. Она просто не дает им лишних денег. Существует такое понятие, называется РТП. Это процент денег, которые РТП return to player, то есть которые мы вернем пользователям. В среднем по подобным играм, когда были механические машины, говорили, что там РТП был выше 70%, то есть от 70%. Это считалось нормой. В таких играх есть, учитывая, что в интернете пользователей миллионы, этот РТП подняли где-то к 90%. То есть в среднем это 92-94%. То есть как это примерно выглядит? Вы заходите в игру, вы начинаете играть и постоянно проигрываете. Но вы же учтите, что если тысяча человек возьмет и сыграет по, допустим, одному баксу, сумма получается ставок общих 1000 баксов. Тысяча первый человек сделает один спин и заберет, если РТП 94%, 940 баксов из вот тех поставленных денег. А все остальные уйдут в казино. Казино всегда в выигрыше. А кто-то вот дерзкий и счастливый выиграет все, что вы поставили. Во многих, я собственно видел игры, в которых и разрабатываем. Есть комбинации, в которых множители просто невероятно большие. Но естественно, чем больше множителей, тем меньше шанс, что вы на него попадете. И, собственно, на этом строится вся математика. То есть, большая часть людей обычно просто просаживает деньги. Какая-то часть счастливчиков, которые никак нельзя потасовать, собственно, результаты ответов от фермера, они просто реально счастливчики. Они попадут на эту комбинацию и выиграют деньги. Но казино все равно останется выигрышным. И так, как происходит разработка подобных систем? Ну, зачастую, когда идет разработка игры, у вас есть уже сервер, у вас есть генератор чисел, вам нужен только движок. Как это примерно выглядит? От игры к игре у нас, собственно, происходят некоторые сбеги, но все-таки. Этап первый. Мы ждем. Ждем мы, собственно, того, что нам дадут какие-то начальные данные, какие-то фантазии заказчиков, что они хотят видеть. У заказчиков фантазия очень широкая. Я в этом уже успел убедиться за год. Скоро будет год работы с играми. В фантазию входит все. Они увидели там где-то что-то в фильме, они там где-то что-то услышали, прочитали в книжке, увидели в каком-то мультике и так далее. В ход идет все. То есть там игры очень разнообразные, на самом-то деле. После того, как нам дают, собственно, это, мы ждем еще математику иногда. Нам ее дают отдельно. Если ты не дождался математики, мы быстренько собираем движок, какую-то базовую версию, которую можно отдать, сказать фронтенчикам, ребята, крепимся сюда, делаем. Они тоже набрасывают свой вариант, собственно. У них тоже есть платформа, это сложное дело, я не буду за них говорить. А то еще что-нибудь не то скажу про них. И после этого у нас начинается, собственно, ручное тестирование. Да, у нас есть автотесты. Мы можем написать автотесты, которые будут проверять, собственно, запрос в сервер и ответ. Да, оно приносит пользу, но зачастую эти тесты от игре к игре практически одинаковые. Самое главное, это, собственно, мануальное тестирование, когда тестировщики открывают игру и начинают сидеть и играть в нее. Яростно просто. Вы представьте, садится тестировщик, начинает играть, ему нужно проверить какие-то кейсы, вот что должно выпасть, вот такая вот винлиния, и там что-то должно произойти. Пока он дождется эту винлинию, умрет не один тестировщик подряд. Поэтому, собственно, вот в этой вещи была сделана такая маленькая дырочка, мы ее называем священной дебаг-страницы, на которой можно подтосовывать ответ от сервера конкретно для тестов. То есть вы говорите, что на следующий спин мне нужен вот этот результат, дай мне его. Он его вам присылает, вы делаете спин и такие, «Ха, я счастливчик, у меня выигрыш». Вот, ну, полезная вещь для тестировщика, иначе бы мы тестировщика бы меняли вот так, потому что реально кейсов иногда просто море. Вот, у нас, вплоть до того, что у меня кейсы проверяют, там, допустим, вы играете на телефоне, да, и на телефоне села батарея. Если вы заведите телефон, включите, с какого этапа он восстановит игру. Кейсов море, поэтому, собственно, для этого мы придумаем, ну, у нас есть такой инструмент, собственно, как дебаг страницы, вы можете подтасовывать результаты, получать, что вы хотите увидеть. После того, как мануальное тестирование проходит миллионы, миллионы, да, и нам говорят, что оно реально совпадает с спецификацией, оно совпадает с математикой, потому что в математике прописано, сколько мы должны получить денег, там, за каждую винлинию и так далее, и так далее, и так далее. Это все проверяется досконально до каждой циферки. Наступает самый священный момент, это лод тестинг. Выглядит он очень просто, на самом-то деле. Можно, конечно, посадить одного человека и сидеть, играть, 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 но мы это все немножечко автоматизировали. У нас есть один пользователь, его нужно размножить, опять же. Так, как говорил Толик, можно это все выкинуть в Амазон, но нам не дают. Бесплатно он у меня там не поднимется. Примерно от миллиона игр можно считать, подряд, игр, можно считать, что вы соберете более-менее честные данные. По ним собирается статистика, и эта статистика потом просто сравнивается с исходной математикой. Если у вас совпало, все, вы молодцы, если нет у вас, вы возвращаетесь вот в тот первый. Ждем, и поехали. сравнение математики, что у вас там не совпало, и так далее, и так далее, и так далее. Этот цикл, собственно, повторяется до тех пор, пока мы не получим нужных результатов. Бывает. Математика иногда не совпадает из-за того, что мы что-то не учли, чего-то не досчитали. Математики, чем и люди, чем и человек. Но, тем не менее, могу сказать, что только собственно, результаты тестирования потом тоже сертифицируются, что мы должны доказать, что данная игра дает все возможные исходы, все возможные выигрыши, возможные. Мы можем достигнуть, допустим, бонусной игры и выиграть мне, не просто достигнуть, а выиграть. Потому что, допустим, возможно, игры, я говорил, я видел игру, в которой, возможно, множитель был свыше 6000. То есть, вы ставите бакс, если вы выиграете, у вас будет 6000 баксов. Но, чтобы достигнуть этого состояния, нужно быть чертовски удачным. Но, тем не менее, собственно, по технической части весь вот этот сервер, весь этот сервер это обычное веб-приложение. у него там некоторые есть особенные требования к безопасности, чтобы мы принимали, допустим, запросы только вот нашей платформы на фронтейн-части. Ни от кого больше, там куча заголовочков, все так красиво упаковано. Вот. Но это обычный веб-сервер, который отвечает быстро на запросы. Он вполне справляется без всяких ухищений и прочего со стандартной нагрузкой от игроков. Вот. Поэтому ничего страшного у меня нет. Это обычный веб-сервер, даже, я думаю, секретом не будет. В нашем случае используется Pyramid. Один из питомов фреймворков. Он достаточно своеобразен, но тем не менее, он справляется с своей задачей, никаких проблем с ним не возникает. Каждая из игр это просто питомовский модуль. Вы его написали по определенной схеме, запихали в платформу, перезагрузили ее. Флопа, у вас новая игра. Все замечательно. Так можно играть вводить достаточно с большой скоростью, но тем не менее. Что хотел бы еще добавить? Команда у нас достаточно родношерстная. У нас очень много дизайнеров, у нас много фронтенчиков, ну, относительно нас много, потому что у меня недавно удвоили мою backend команду в два раза. она стала двойной. И, естественно, любящий нас менеджмент, который реально нас защищает от техникум, от заказчиков, и всего, что... Ну, иногда заказчикам такое прям бахнет в голову, и там приходится уговорить, не, ну, давайте мы без этого обойдемте, ну, пожалуйста, ну, всякое бывает. Но тем не менее. Стандартный цитал разработки, как Анатолий показывал, собственно, он ничем не отличается, только у нас большая часть тестирования все-таки проходит мануально. То есть мы должны представить тебя на месте игрока и гонять эту игру, потому что на, допустим, там, на компьютерах оно замечательно все было, там, открыли на телефонах, что-то съехало, чего-то не видно, что-то не так, и начинает оно эта фронтенчасть. У нас циферки, у нас все ровно, строго, 1, 0, 1, 0, все красиво. Вот. Про что я еще могу сказать? Про что я могу сказать? RGS и RNG ими торгую. То есть есть три возможности. Вы можете арендовать у кого-то remote game server, получить на него лицензию, на какое-то время вы его будете использовать, пытаться его отбить, эти деньги и так далее. вы можете его купить или вы можете написать свой. Я, честно, не скажу вам, какой из способов будет дешевле, проще, легче, потому что написание это тоже деньги, и потом вам придется с ним тащиться на сертификации, это тоже недешево, я думаю, и так далее. поэтому, собственно, если вы когда-нибудь войдете в этот бизнес, мало вариантов, много на самом-то деле. Вот. И игроков... Каким образом, я как пользователь, когда захожу на сайт, могу убедиться, что текущее приложение действительно использует сертифицированный центр, а не просто там как-то третья пила на самом деле ходит на свой генератор. Если не говорить о таких сайтах, как joycadino.com, а серьезные сайты, которые реально ну, лицензионно этим занимаются, я подозреваю, что они не сертифицированные игру просто к себе на портал не заберут, потому что если что, первые по шапке получат они. Вот. А так, можно, я думаю, найти в интернете собственно соответствие сертификатов и конкретной игры под конкретным. Как раз следует механизм здесь такой? Ты заходишь на сайт? Что? Не знаю. У меня есть такое подозрение, у меня есть такое подозрение, ну, я не знаю, это мое личное мнение. Лучше ли? Я их, конечно, разрабатываю, но все-таки если ты зашел на сайт, чтобы поиграть в слот игру, это, наверное, последнее, что тебя будет интересовать. я тебя убедил? Ну, ладно. Собственно, по выступлению у меня все, если у кого-то есть вопросы, подкову купить, не знаю, ну, реально, я вам честно могу сказать, который видел эту всю фигню сзади, там чистое везение, там чистое везение должно быть, реально. У меня бывали такие случаи, ну, бывает, там нужно какие-то тебе набить определенные ачивки, чтобы перейти, допустим, на бонус. Я иногда забывал включать чит такой, нажимаю спину, у тебя там бах, 6 винлинии, выигрыш, и я такой, да я чертовски удачу, а я чит включил, я не включил чит. Да, я удачливый, я молодец. А потом там еще десяток спин-офф, после этого у тебя пустые совершенно, а ты денежки тратишь. Ну, можно, конечно, проверить, там обычно в таких играх делают такую штуку, как автоспин, ты говоришь, что ты там хочешь 20 раз сыграть, ставка такая-то, ну, допустим, там, не знаю, вроде бы есть ограничения, сколько можно потратить, да? И ты тыкай, засмуриваешься, сидишь, пока он тебе 10 раз его там, допустим, прокручиваешься, ты говоришь, а ты выиграл 1 доллар, или ты проиграл 20 долларов, ну, такое. На самом деле, секрет удачного, я говорю, тысячу человек поставить, тысячи первых все эти деньги заберет. Ну, практически все. Можно высчитать само случайность? Нет. Но если нам дается по математическим формам, то их можно же определить? Да, здесь понятие, собственно, вот системный рендом, он как бы там привязан ко времени, там впрочем, впрочем, но весь ренджи, допустим, вот ренджи, они стараются писаться, чтобы исключить такие возможности. Ну, вообще угадывать блоки для них, которые мы решили? Их невозможно предугадать. Ну, можно, конечно, постараться, упоробься, но это нужно, во-первых, знать, как он считает, чтобы хотя бы знать, от чего он отталкивается, чтобы ты мог предугадать. Я, честно говоря, даже не брался за такую идею. Можно, конечно, там, допустим, взять, как там, сайт назывался, рендоморг, который ты ему задаешь, он тебе дает рендомное число в зависимости от того, где на земле ударила молния. Но это совершенно случайное событие, поэтому это будет чистый рендом. Наверное, чтобы использовать такой возможный, честно, не знаю. Им хватает его, он сертифицирован, он приносит им деньги, что им еще надо. Так, а почему все используют его? Ну, ну, это совершенно случайное событие. У нас взвешенный рендом. То есть у нас должно быть точно понятно, что, допустим, если у вас есть шанс выпадения самого дешевого символа, это 25 из 100, а там какой-то самый дорогой, это 2 из 100. То есть вот именно вот по вот этим частичкам он и будет выдавать эти символы на барабан. А как защищается, как можно защитить от проникновения в сам ход рендомизации? На самом-то деле там подходы разные, могут быть, ну, как и в обычном веб-приложении. Вам просто нужно защитить запрос и ответ от сервера. А, собственно, рандом-генератор может вообще валяться отдельным приложением. Это уже моя фантазия. И к нему могут идти отдельные запросы. Да. Отвечу на этот вопрос. Мы к деньгам не имеем никакого отношения. Мы их не видим. Не всегда. Мы видим зарплату. Собственно, мы отвечаем за разработку именно конкретно игровых движков. А потом это все оттуда отдает заказчику. Они сами привязывают к своим системам. там какая-то магия происходит. Я вам про это не скажу. Собственно, часто встречаются такие, как это сказать, отдаленные отзывы от игроков. Что там как-то можно исправить и так далее. Как они вообще взаимодействуют игроки с этими играми. Можно посмотреть на сайте. Ну, так. Короче, можно это узнать, если ты станешь одним из игроков. А, немножко на одном сайте получается только одна программа для рандома. Или на одном сайте с этими слогами может быть несколько? На одном сайте может быть одна или несколько рандом генераторов. Ну, как решить владелец? У вас? У нас платформа одна, рандом генератор один. А какая разница? Два их три. Они все равно выдают случайные числа. Ну, а как переключать? Мне не понравилось это случайное число. Давай ты мне ответ. Разница. Они должны быть сертифицированы. Если у вас их будет два, они будут как братья-близнецы, они должны быть абсолютно одинаковыми и давать одинаковые исходы. у вас был вопрос. У меня такой вопрос юмора. Тестировщиков есть долларовые миллионеры после ревиза этого всего? Вот эти опыты это вообще миллионер-абгатов недостаточно, но желание поиграть потом в карьеризм тоже появлялось. есть ли среди тестировщиков миллионеры? я, честно говоря, не знаю. Если бы они у нас были миллионеры, они бы не работали тестировщиками. Я вам только скажу, что чисто в тестовом окружении нами было добавлено маленькое окошко, в котором можно прямо в бакстранице поменять в баланс. Но на самом деле это было сделано не для того, чтобы уходить в миллионы. На самом деле иногда нужно проверить, а что произойдет, если у вас будет ноль. Вот. То есть тестировщик же не будет сидеть и просто пытаться просадить все деньги. Он, брат, приходит и говорит, ноль, ну или там один баг, да, поставил, проиграл, пустой кошелек. Молодец. Еще вопрос. А вот в игре рулетку, когда ставишь на красный, ну, есть такой алгоритм, когда ставишь на красный, каждый раз у два его и попадались ли такие похожие алгоритмы или способные в бейбл-секе? Вопрос. Есть ли похожий алгоритм постановки, как в рулетке на красное и черное в таких играх? Нету. У вас есть одна кнопка спин. Ну и потом молитвы, которые вы знаете. Можно идти отречка? Алгоритм, берешь тысячу долларов, делаешь ставки по одному доллару. Как только превышаешь тысячу, выкладишь. ну... Ну... Это же не рулетка. Там нельзя просчитать математически именно в каком плане сутвоения. Уже слоты там даже не всегда вот, собственно, почему такой алгоритм невозможен? Как я уже говорил, флот игры зачастую они стейтлесс, у них нет, собственно, связи между предыдущими спинами и последующими. Не буду... Ну, извините, после чего имеется в виду то, что есть какие-то бонусные моменты или то, что бывают такие моменты, когда именно алгоритм просчитывает, что хотя бы 5-5 грошей? Каждый запрос изолирован. Единственное, что переносится из спина в спин, это ваш баланс. Все. Ну да, не буду врать, иногда бывают вещи, которые переносатся, но это именно частично геймплейные, ну там какую-то фигню пособирать и так далее. Если у тебя больше баланс, то у тебя одни же танцы скидут? Он баланс вообще никто не смотрит, он просто прибавляет туда. Ну, я блядь, мать, жизнь зато. Есть еще вопрос? Жиль, как можно отвечать, если нужен ВКН, подключили нам на мастер и пошли. Хороший вопрос, зачем нам ВКН? На самом-то деле, на самом-то деле, ВКН занимается еще логированием всего, что делал игрок, то есть я со стороны ВКН могу открыть историю какого-нибудь удачника, неудачника и посмотреть все абсолютно его спины, абсолютно, посмотреть все его исходы, это служит для того, что если в случае каких-то разбиратель, собственно, мало ли кто-то подаст тут на Кадено, они смогут открыть эти плоды и показать у нас все честно. Вот, смотрите, оно совпадает с математикой, ну, неудачливый человек, ну, ладно. Он один, наверное, оставили многие, кто-то выиграл. Вот, то есть ВКН занимается еще проверкой и так далее, это много всего происходит, то, что мы просто отдаем одну маленькую такую ответ, маленькую такую ответ с этим, да, но процессов на ВКН происходит достаточно много. У вас ВКН получается тот? Не сказал бы. Вы в основном документацию ведете? Ведем не мы документацию? Мы документацию на самых играх, ну, для юристов и адвокатов. Не, мы обходим тебя просто скайпом. документацию мы пишем, блин, стандартная документация в коде докстринги и прочие заметочки на полях. А так потом ты там написал и потом стучишься просто в скайп и рассказываешь, ребята, у нас вот такие сегодня ответы и даешь им схему. Все. Анализ поведения пользователей, он как-то влияет на саму игру? Вот, например, если у пользователя одно поведение, то ему также предложить одну игру. Благодаря. В рамках анализируется ли поведение пользователей в рамках одной игры нет. Рекомендации, если обрабатываем новички. В глазах игры все пользователи одинаковые, они принесли деньги. Да, это проверяется. Ну, собственно, один из пунктов сертификации, как я говорил, это, собственно, результат вот этой статистики, то, что вот есть официальный документ оригинал математика и вот есть статистика по сыгранным. Там очень много, большая цифра, сколько игр нужно сыграть. они совпадают. Они смотрят математику, смотрят, что реально там РТП вот такой. Все мелочи, я думаю, их даже не интересуют. Им главное, что РТП существует, и он совпадает с реальностью. есть несколько фирм, собственно, по миру, которые не занимаются. Еще вопрос. Фирмы, как они, собственно, выдают тежпикаты. Они мне не верят, я с ними не общаюсь, честно. Я все это отдаю заказчику. Я подозреваю, что как работает код, им глубоко по барабану. Им главное, что есть реальная математика, и она совпадает с тем, что можно получить в результате. Я так понимаю, а если математика не будет совпадать со статистикой, ну, со временем выяснится, когда играли, то как бы вы будете... Каждый момент владелец игры, если она вдруг не будет совпадать потом, в каждый момент игры он может опять нажать волшебную кнопочку скрипта с нагрузочным тестированием, провести его еще раз и увидеть, что есть расхождение. Не, в плане штрафа, это не классно, а там опять в комиссии, без понятия. Без понятия. Я подозреваю, что да, потому что это уже мошенничество. Как долго разрабатывается одна игра? Как долго разрабатывается одна игра? Ну, то есть, это на дороге был бы... Как долго разрабатывается одна игра? Ну, факторов много, как нам доходят все данные от заказчика, потому что там еще они пока придумывают картинки, там, логи. за прошлый год мы выпустили четыре, насколько я помню, ну, три или четыре. А вообще, ну, по-разному. Мы видели конкурентов, есть конкуренты, которые, у них там целый конвейер, они штопают примерно по игре в месяц. Вот просто вот так вот. Ну, я не знаю, хорошо это, плохо, как программируется вот этот взвешенный рэндом. Ну, это не ваша отправка. Нет, это... я видел, как оно работает, я просто думаю, насколько... Достаточно общий алгоритм, собственно, выборки по весам. Это статистика. то есть, тут нескольких... Можете погуглить, это, я думаю, можно найти. Спасибо. Да. А вот, я часто слышал отзывы, что сначала, ну, получается, пользователь, юзер выигрывает, да, а потом начинает, для того, чтобы их нести вот так, они выигрывают, а потом начинает выигрывать. Это связано с их самыми РНГ и как? Что это мы видим? Сначала игроки выигрывают, а потом начинают проигрывать, типа, приманиваются, да? Честно скажу, из логики игр, которые я писал, такого не происходит. и извне, собственно, логически данные подтасовать невозможно. Можно логить. Например, пользователь, нажал один раз, а BPN пошел на генератор, запросил три раза, выбрал лучший из коротказа, или что пользователь это больше? Он запрашивает всегда один раз. Но можно сделать прослойку, когда... Это нужно изменить код платформы. Я сомневаюсь, что кто-то на это пойдет. А может, кто-то уже пошел, тогда все не знает. Я вижу всю платформу. Абсолютно. Еще вопрос? Все-таки походу в джейказина. Играть не стоит? Не знаю, я сам никогда там не был. Доступ пойдет. Я выбираю. Это только их много. Да, да. Там их такой просто видит себя там в памятнике, не знаю. А можно подбросить сейчас кто-то поймает? Сейчас и в этом моменте играет как путь в голодове. Я в казино не играю. Давайте я буду сегодня хорошим. Прошу вас. Прошу вас.